друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua меня зовут александр будем сегодня вместе с вами рассматривать модель новый смартфон от компании же и модель называется же you f2 это бюджетник в принципе недорогая модель закупка в китае составляет приблизительно 122 125 долларов очень интересная модель характеристики внешний вид напоминает мне как только увидели эту модель напомнил этот смартфон мне же you g3 с теми металлическими рамочками но здесь это пластик довольно таки богатая комплектация необычно для же you вот такой вот оригинальный силиконовый бампер интересно то что производитель положил вместо пленки стекло это аналог пленки но это не пленка это как вот набирающая популярность стекла которые лучше пленки они крепче якобы защищают то есть видите да что это не пленочка это как стеклышко которая защищает экран от ударов как рекламирует это все и я так наблюдаю за этим всем процессом с каждым днем все более и более популярны они становятся в коробке у нас особо ничего интересного не будет как вы можете себе уже представить я вам самое основное показал здесь собственно зарядка usb кабель и переходничок зарядка в комплекте идет у нас на 1 ампер модель новая интересная мне очень понравился дизайн первый раз когда берешь в руки смартфон то кажется что эта модель какая-то какой-то аналог вот же ю g3 модель довольно таки легенькая плане сборки не могу сказать что здесь все идеально ну по диагонали немножко он издает какой-то звук но в принципе очень все достойно реализовано не знаю правда как это будет в будущем когда смартфон смартфоном начнут пользоваться потому что но эта модель новая естественно будет он расшатываться дальше или нет но в целом как бы меня здесь дизайн устраивает никаких люфтов здесь нет все очень гармонично и хорошо материалы сборки здесь пластик задняя крышка имеет вот такую вот как рифлен рифленость такую спереди у нас три сенсорных кнопки меню домой назад они не светятся антальная камера у нас на 2 мегапикселя есть разговорный динамик датчики приближения освещения здесь нет ничего сверху у нас разъем для наушников и micro usb и также здесь качелька громкости вверх вниз и кнопка включения выключения снизу у нас микрофон сзади у нас 8 мегапиксельная камера от компании sony задняя крышка я кстати вот сейчас под цветом обратил внимание что она еще плюс ко всему в каких-то таких блестках в темном помещении этого не замечала вот под таким освещением это немножко видно вспышка логотип жею открываем крышку под крышкой у нас две стандартных привычных sim карты слот под micro sd карточку и аккумулятор емкость которого заявлено вот таким вот тире 2880-3000 миллиампер часов данная модель работает в 3g сетях и в 4g в принципе по корпусу я доволен мне корпус дизайн понравился как-то немножко я привык к нему за день тестирования этой модели и все очень-очень таки добротно по поводу экрана до экран залапывается остаются отпечатки пальцев но когда вы телефоном уже пользуетесь очень классно палец скользит по экрану просто шикарно по-другому сказать не могу давайте начнем наш обзор с книжки характеристик естественно этой модели скажу вам следующее это в принципе модель со средними техническими характеристиками здесь четырех ядерный процессор mtk 65 82 18 19 тысяч баллов тому подтверждение жею f244 2 android 65 82 графический ускоритель мали 400 здесь hd разрешение 8 мегапикселей камера основная 2 мегапикселя фронтальная здесь 2 гига оперативки 16 встроенных стоит у меня карта памяти на 16 но сразу же говорю об этом прошивка сделана таким образом что на карту памяти смартфон почему-то ничего не скидывает не приложение не фотографии вроде бы то есть накопитель здесь у нас идет просто как как помощник на который можно записать музыки либо видео и потом его просматривать процессор работает частоте 1 и 3 гигагерца мультитач здесь пятиточечный а по датчикам что в этом смартфоне есть во первых эта модель поддерживает оттк разъем то есть можно подключить мышку флешку клавиатуру данная модель работает gps м вайфай bluetooth компас акселерометр датчик приближения освещения неплохая вспышка нет у него не гироскопа не nfc на данный момент прошивка идет заводская разновидности прошивок на форумах просто-напросто нет здесь в принципе полноценный русский язык для всего что нам нужно но в некоторых местах конечно имеется английский перевод ну например есть здесь различные настройки экрана здесь вот несколько есть английских слов есть датчики есть smart wake то есть это в принципе все-таки интуитивно понятные фишки функции но вот английский язык присутствует на данный момент это реализовано так и еще уточню один момент ту комплектацию которую я показал то комплектация она вот на данный момент 1 нашей поставки как будет в будущем насколько там производитель будет уменьшать цены в связи с этим комплектацию ну это уже зависит от поставки к поставке версия прошивки у нас вот такая кому интересно записывайте смотрите возможно пригодится есть возможность установить украинский язык поэтому как бы это плюс никаких багов глюков лагов по прошивке я заметить не успел все работает достойно здесь также работают вот такие вот функции можно вызывать меню сверху есть меню снизу в телефоне сеть отличная wi-fi мне не отпадал принципе все экран здесь выполнен в размере пяти дюймов здесь hd разрешение здесь IPS матрица здесь OGS экран то есть воздушных прослоек нет и углы обзора у смартфона как по мне отличные единственное что опять же не могу сказать что здесь прям супер пупер вау экран по диагонали вот углы обзора цветопередачу смотрите как меняется картинка ну как бы это за такие деньги я считаю что очень очень даже достойный экран и в принципе мне все нравится я бы лично таким бы смартфоном сам сам попользовался бы однозначно тестировал я звук в наушниках все меня устроило басы громкость четкость звучания без нареканий у меня внешний динамик играет тоже довольно таки неплохо сейчас вам что-то продемонстрирую что-то запущу я могу даже сказать что очень громко ну и разговорный микрофон динамик тоже мне понравился звучание нормальное меня слышат хорошо я слышу отлично тоже нареканий нет в плане производительности данный процессор зарекомендовал себя как универсальный он может работать с таким разрешением экрана он может работать с меньшим разрешением игрушки запускаются отлично и ничего в принципе не тупит я тестировал как всегда gps в принципе джейю нареканий на gps никогда не было у меня спутники данная модель словила быстро и особых нареканий не было я также тестировал аккумулятор аккумулятор здесь на 3000 миллиампер часов и тут стоит есть о чем рассказать во первых антуту тестер показал довольно таки слабенький результат 4290 289 как вы видите по сравнительной таблице это довольно таки низкий результат но я с этим результатом не соглашусь я не могу сказать что здесь плохой аккумулятор далее я начал тестировать физические тесты под вы можете видеть диаграмму разряда аккумулятора это у меня со 100 процентов до нуля в принципе работа с ютубом максимальная яркость включенный вай фай отработал у меня смартфон 4 часа 42 минуты и обращаю ваше внимание на том что здесь в конце ну где-то после там десяти процентов сейчас я не знаю почему так во многих смартфонах он начинает работать разряжаться медленнее чем он разряжается на протяжении всего времени работы такой вот нюанс потом поэтому сказать что здесь плохой аккумулятор я так не могу сказать аккумулятор довольно таки камера здесь очень мне понравилось хоть и заявлена здесь камера на 8 мегапикселей но эта камера заявлена от sony и фотографий которые я сделал которые получаются очень даже все достойно реализовано как бы за эту цену и для этой оптики камера справляется великолепно видеозапись идет формате full hd я еще поснимаю еще наделаю фотографии на улице макросъемку сделаю видео запишу и вы сможете это посмотреть в описании под видео есть ссылочка по которой вы сможете это все подробно глянуть эти материалы поэтому по камере однозначно плюс я ждал немножко хуже качество я бы с удовольствием бы пользовался такой камерой можно подводить итоги смотрите что я вам скажу jayu f2 это модель бюджетная это недорогой смартфон ну подумайте сами 120 долларов это не так уж и много модель поставляется на 4 ядерном процессоре плюс и однозначно то что для такого процессора и для такой цены данная модель имеет 2 гига оперативки и 16 встроенных модель имеет неплохую камеру я бы сказал даже хорошую довольно таки емкий аккумулятор 3000 миллиампер часов новый прикольный дизайн смартфон довольно таки тонкий интересный изящный вот эти вставки они придают такого дизайна и смартфон смотрится действительно хорошо из аналогов которые можно выбрать с такими же характеристиками ну у меня вспоминается только модель i new v7 которая тоже примерно за эти же деньги сейчас продается примерно 120 долларов в китае тоже 2 гига оперативки и 16 встроенных но я считаю что аппарат от жаю будет лучше по моему мнению и лично я бы с данным смартфоном бы с удовольствием выходил и пользовался у него классный комплект у него хорошая цена в принципе достойный экран камера аккумулятор не знаю какие минусы здесь можно найти за эту цену минусов нет да нельзя сказать что корпус выполнен из супер качественных материалов но в принципе даже дорогущий флагман от компании же и уже и с 3 не отличается он идеальной сборкой идеальными материалами сборки тот же мейзу будет лучше ну вот здесь примерно такая же ситуация но выполнено все я считаю достойно на этом все спасибо за внимание подписываемся на канал ставим лайки заходим в нашу группу подписываемся на нее ну и покупаем эту модель жею f2 в наличии не так много я считаю что очень достойный аппарат спасибо всего доброго спасибо